Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы снова рады приветствовать вас на нашей передаче, на которой продолжаем отвечать на поступающие от самой активной части нашей аудитории вопросы. И, как обычно, хочется начать нашу с вами телевизионную встречу со слов благодарности всем тем активным зрителям и слушателям, которые продолжают питать интерес к тем тематикам, которые мы поднимаем в рамках наших телевизионных встреч, присылая свои замечательные вопросы. Живя на постсоветском пространстве или находясь внутри той культуры, которая связывает себя с либеральными ценностями, мы с вами практически не имеем представления о тех глубинах веры, в которой были крещены в детстве, или же в несознательном состоянии. Как я уже неоднократно говорил, крещения, совершающиеся в большинстве наших храмов, они носят, грубо говоря, номинальный характер по той причине, что люди неосознанно подходят к этому важному акту под названием «Святое Крещение». В ответ на вопрос, что движет человеком, желающим принять крещение или покрестить своего ребенка, можно услышать что угодно. И чаще всего мотивами, побуждающими к данному действию, являются все, кроме подлинной цели, заключающейся в вере, любви к Богу и желанию вести христианский образ жизни и быть внутри Святой Церкви. Поэтому то, с чем мы сталкиваемся в данный момент, оно связано с очень малым знанием о той вере, внутри которой мы живем по факту крещения, и которая сформировала ту культуру, которую мы считаем русской, русской православной культурой. Огромная безграмотность по-прежнему является большим бичом для нашей православной Церкви. Существует масса предрассудков, которые как предания переходят из поколения в поколение, и которые, можно сказать, люди впитывают с молоком своих матерей. До сих пор приходится сталкиваться с дикими предрассудками, которые ну никак не изживаются из сознания наших с вами современников. Ко всему прочему, людей очень интересуют совершенно поверхностные вопросы, которые не играют порой никакой определенной роли. Ко всему прочему, просматривая телевизионные передачи или находясь на пространствах интернета, вы можете видеть то, что современная культура, порой не очень качественные информационные продукты, предлагают нам в очень увлекательной обертке, в очень увлекательной форме. Ко всему прочему, не забывайте о том, что в мире существует зло, которое тоже пытается свой яд прикрыть весьма красивыми формами. Обычно зло весьма привлекательно. И не просто потому, что человек испытывает влечение к нему, но и потому, что оно представлено весьма красиво. Существует определенная группа людей, которая занимается тем, что украшает его и преподносит весьма привлекательной форме. Всякому человеку, который входит в мир веры, безусловно, хочется, чтобы на пространствах интернета и телевидения была представлена православная или христианская позиция, чтобы существовало православное искусство, не только то, которое призывает к насилию, которое пропагандирует зло или какие-то нечеловеческие формы взаимоотношений, а чтобы была представлена подлинная глубинная красота. И вот задачей всякого православного телевидения или искусства является преподнесение добра в таких формах, в которых оно действительно влекло. Вспомните кинематограф, который существовал в советское время. Он нес в себе идеологическую нагрузку и занимался тем, что привлекал людей именно к этому образу жизни. Вспоминаются такие замечательные фильмы, как о подвиге Павла Корчагина или же о Великой Отечественной войне, который в прекрасных формах описывал подвиг людей, которые клали свою жизнь за идею. Искусство является весьма сильной формой воздействия и на человеческую психику, и на формирование его мнения. И поэтому, безусловно, православная христианская культура должна быть представлена на пространствах и интернета, и телевидения. И задачей его является воспитание именно в этих идеалах и подрастающего поколения, и людей. Ко всему прочему, задача всякой православной передачи заключается в возвышении человека, в его развитии. И поэтому, как кажется, ответом на ваш вопрос должно быть только то, что православие должно быть представлено, и как раскрытие той веры, в которой, может быть, кто-то несознательно был крещен, и вместе с тем ликвидации той безграмотности, которая, к сожалению, владычествует до сих пор над умами наших с вами современников. Ко всему прочему, задачей православных передач является раскрытие той христианской красоты, которую, к сожалению, сейчас пытаются многие представить совершенно в другом свете. Все те клише и штампы, которые были выработаны в безбожное атеистическое время, сейчас продолжают работать, они как бы оживают, и люди злонамеренные сейчас пытаются все это дело культивировать и пытаться всевать в умы иногда не очень окрепшие, иногда лишенные критического, возможности критического анализа и молодежи, и тех, кто еще до сих пор не определился, находясь на перепутии. Читая деяния святых апостолов, мы с вами приходим к выводу, что ученики Христовы использовали все доступные для того времени средства для проповеди Евангелия, Слово Божие. Они использовали и речь, и искусство, они использовали и письменную культуру. Надо заметить, что развитие языка во многих странах, в которых было проповедано Евангелие, было связано прежде всего с переводами Священного Писания. Это было как бы толчком к развитию и языка, и письменной культуры, и возникновению самой письменности. То, что мы сейчас имеем, те средства связи, коммуникации, телевидение, интернет, нужно рассчитывать как великие дары Божии, как само явление. Это колоссальнейшая возможность доносить до людей проповедь Евангелия и красоту христианских идеалов. И поэтому, безусловно, Церковь использует эти все возможные средства для несения проповеди и раскрытия красоты христианской жизни. Наша вера, вера православная, является весьма и весьма богатой областью, к сожалению, для многих закрытой. И вот возможность создания телевизионных передач, которые имеют образовательный характер, являются великим даром Божиим, которые, безусловно, необходимо использовать. Подходя расширенно к ответу на ваш вопрос, можно затронуть и тему качества тех передач, которые нам иногда предлагаются. Как мной уже было сказано, средства массовой информации, современные, облекают не всегда качественный продукт в очень привлекательную упаковку. И то, что, может быть, без этих прикрас и уловок было предоставлено в чистом виде, не было бы так интересно. Поэтому надо сказать, что православные передачи должны быть, безусловно, конкурентоспособными с теми, что нам предлагают средства массовой информации и средства интернета. Они должны быть высоко профессиональны и настолько же привлекательны, насколько бывает привлекательно то, что мы называем не очень качественным продуктом. К сожалению, иногда то, что мы видим, те православные передачи и какие-то кинофильмы, снятые на сюжет христианский, бывают иногда не очень интересны или же уклоняются в сторону некой слащавости, когда ты чувствуешь некую фальшь в том, что видишь. Поэтому, заканчивая размышлять над тем вопросом, замечательным, который вы прислали, надо сказать, что православные передачи должны быть представлены на всех пространствах средств массовой информации и в печатных, и в телевизионных изданиях, и в интернете, но они должны быть высокого качества, и их целью является раскрытие той красоты, которая заложена в глубинах нашей с вами порой очень неосвоенной и незнакомой веры. Ко всему прочему, надо еще заметить, что тот путь свободы, в котором Церковь существует, двадцатилетний, не такой большой срок. Поэтому многое то, что мы делаем, является как бы пробными шагами до сих пор, то есть методом проб и ошибок. Ко всему прочему, всякое творчество, оно должно иметь и отклик. То, что мы делаем, тоже должно иметь и обратную связь. Поэтому, заканчивая размышлять над тем вопросом, который вы прислали на адрес нашей студии, хочется обратиться ко всем, кто интересуется нашей передачей, более активно присылать свои отклики на адрес нашей студии. Как бы не только выражать благодарность, но и какие-то критические замечания конструктивного характера. Не просто огульно или ругать, или наоборот, но какого-то характера, который бы способствовал развитию того дела, которым мы занимаемся. В этом заложено зерно роста, потому как исправление ошибок, оно является тоже весьма важным делом и способом развития. Поэтому, заканчивая сегодня нашу передачу, я опять-таки благодарю всех тех активных зрителей, которые присылают на адрес нашей студии свои замечательные вопросы. Надеюсь, что те тематики, которые мы обсуждаем в рамках наших с вами телевизионных встреч, не будут обойдены вашим вниманием, и вы будете присылать не только свои вопросы, но и пожелания, или же какую-либо конструктивную критику. Всего вам доброго, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова